Этому зданию уже больше века. По сей день здесь располагается фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает более 500 человек. Помимо того, что здание старое и живет без ремонта, оно еще и перестало соответствовать санитарным нормам. Условия здесь не самые лучшие. Вдобавок, в ФАПе не хватает оснащения. ФАП очень нужен. Нужен нам именно ФАП очень оборудованный, чтобы было оборудование, чтобы люди первую помощь получали непосредственно на месте. Потом уже, естественно, мы направляем непосредственно в больницы города Углича. Теперь неподалеку от старого здания разместилось новое. Здесь уже вовсю кипит работа. В начале следующего года ФАП обустроят и внутри, и снаружи. Появятся дорожки, скважины с водой, парковка, оборудование и мебель для кабинетов. Судьба старого здания пока неизвестна. Сейчас до 30 ноября мы должны ввести в эксплуатацию этот фельдшерско-акушерский пункт. А в начале первого квартала мы сейчас запросили в департамент здравоохранения средства на благоустройство в размере 2 миллионов рублей. Здесь будут работать процедурная медсестра и фельдшер. Также у жителей села Заозерье и населенных пунктов в округе появится возможность не преодолевать десятки километров, чтобы попасть на прием к тому или иному специалисту. Пункт раз в месяц выезжает бригада из центральной районной больницы, а также в течение одного-двух кварталов туда приезжают именно узкие специалисты, которых не хватает там, из нашей областной клинической больницы. Из резервного фонда президента страны выделено 15 миллионов рублей для трех новых фельдшерско-акушерских пунктов. Один из них открылся в Углическом районе в августе и еще один достроят в Мышкинском районе до конца года. Софья Кременецкая, Сергей Мазилов. День в событиях.